В регионах округа выбрали лучшие студенческие и школьные спектакли. За победу в проекте «Театральное при Волжье» боролись и две постановки из Чувашии. «Наброски судьбы» и «Мой дедушка был вишней». Удалось ли творческим коллективам покорить сердца народного жюри, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Телемарафон. На связи все регионы округа. И, наконец, первое место спектакль «Мой дедушка был вишней» Чувашская республика. Но все же до победы еще далеко. В финале голосования студенческий театр из Чебоксар сначала уступал Удмуртскому, но цифры менялись каждую минуту. Перелом в пользу нашего коллектива случился благодаря зрителям из Ульяновской области. Они в последний момент отдали свои голоса спектаклю «Мой дедушка был вишней», обеспечив первое место. Создатели постановки, лидеры фестиваля. Сдержать эмоции крайне сложно. И золото уходит в Чувашию. Среди школьных театров третье место, а также за ребятами из Чебоксара. Постановка учеников 4-го лицея «Наброски судьбы» о том, с какими проблемами сталкиваются подростки из-за интернета. Сыгравшая роль Яны Роза Коробова стала и лучшей актрисой. Первое место и у режиссера Межвузовского театра Дмитрия Миронова. Вячеслав Краснов, он же Танина из спектакля «Мой дедушка был вишней» стал лучшим актером фестиваля. Театр он называет своим главным хобби. Сам учится на юриста. Мы всегда работаем для себя. Мы себя как-то открываем, что-то познаем в себе. И, во-первых, как моя профессия юриста, это все-таки выступление перед публикой, какие-то ораторские качества. Проект «Театральная приволжья» стартовал по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО. Лучших выбирали из 28 постановок. Глава республики признался, что видел обе конкурсные работы. И, конечно же, болел за ребят. Заинтересованные, целеустремленные, ставили, не стеснялись, представляли, показывали, демонстрировали свое мастерство. Вот это очень дорогого стоит. Хочется пожелать им чисто по-человечески, от всей души, от чистого сердца дальнейших творческих успехов. Церемония закрытия фестиваля намечена на 16 декабря. Победители получат гранты на реализацию новых проектов. Дмитрий Ковалев и Бахтий Арвелиев. Республика.